Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Банки активно сокращают персонал. Этот процесс начался еще в прошлом году. Более 2000 сотрудников в первом квартале этого года сократила группа ВТБ и сокращение штата будет продолжено. В банке Уралсип персонал в первом квартале был сокращен на 10%. Небольшие сокращения прошли в Райфайзен Банке и в Нардее Банке. На днях было объявлено о массовом сокращении в Сбербанке. Специалисты отмечают, что рынок вакансий в банках сильно перегрет, так как работу ищут сотрудники банков, потерявших лицензию. Вот странно, а я думал, что в банках нормальных сотрудников давно уже поувольняли. Общий объем выданных российским гражданам микрозаймов от микрофинансовых организаций с начала 2015 года вырос на 40% до 48,5 миллиардов рублей. Из них почти 20 миллиардов рублей россияне брали до зарплаты. Об этом говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй. Средний размер кредита составляет 36 тысяч рублей. Между тем просрочка в системе микрозаймов остается до крайности высокой, а процентные ставки близки к космическим. Порой до 900% годовых доходят, а люди берут, а потом с проблемами разбираются. Впервые за пять лет Албания сохраняет визы для российских туристов на летний сезон. Власти страны не поменяли правила посещения страны для российских туристов, как это по традиции делалось перед летним сезоном. До этого российские туристы с конца мая до октября могли находиться в Албании 90 дней без виз. В этом году российским туристам, которые захотят посетить Албанию, придется оформлять визу в посольстве в Москве. Также поездка доступна для обладателей шенгена и многократных виз в Великобритании и США. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1648 пунктов. Среди лидеров роста Башнефть, ТГК-1, Северсталь, Полюс Золото и Русгидро. Аутсайдеры, Солер, Сокрон, Яндекс, Аптечная сеть 36,6 и АФК-система. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день небольшим ослаблением. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Сегодня состоятся очередные переговоры по греческому вопросу. Нефтяным котировкам не удается закрепиться на отметке 66 долларов за баррель и наблюдается снижение. Курс доллара на 3 июня 53,44 рубля, курс евро 58,60 рубля, золото стоит 2042 рубля за грамм, серебро стоит 28,69 рубля за грамм, цена нефтемарки Brent 65 долларов 75 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!